Матчи 10-го тура чемпионата района по футболу прошли на минувшей неделе. Было сыграно три противостояния, которые дали некоторым коллективам шанс на то, чтобы подняться выше, а кому-то окончательно закрыли путь к медали. Так, например, буровые технологии. Переиграли Дюсш и на какое-то время вышли на первое место. Команда Кирилла Григорьева наверняка лелеяла надежды на повторение прошлогоднего триумфа. Но тут в игру вступил нефтяник, который победил молодежь из Сергивска. Тем самым сергивцы окончательно лишились шансов даже на бронзу, а нефтяник не только убрал с дороги одного из прямых конкурентов, но и опередил буровиков в турнирной таблице. У обеих команд по 21 очку по итогам 10 матчей, но нефтяники выступили лучше в очных поединках. Однако путь к такому долгожданному чемпионству для нефтяника окончательно открыт еще не был. Дело в том, что Колос сыграл на два матча меньше и имел в активе 15 очков. При условии побед в этих двух играх дружина Вячеслава Лемкова набирала бы также 21 балл. Но вот по дополнительным показателям коллектив из Кармала Делякова и вовсе выглядел бы лучше, чем буровые технологии и нефтяник. Воплощать мечту в реальность бордовые принялись в четверг. На прошлой неделе команда встречалась с СГТ. Студенты еще не набрали в турнире ни одного очка и выглядели явными аутсайдерами. Однако тот факт, что игроки Колоса могли стать сильнейшими в Серьевском районе давил на них нещадно и матч сложился для потенциального лидера чрезвычайно сложно. Студенты первыми открыли счет, их соперник равновесие восстановил, но СГТ в середине первого тайма снова вышли вперед. Много сил потребовалось приложить футболистам Колоса, чтобы второй раз в матче уравнять ситуацию. Более того, еще до перерыва Колос вышел наконец-таки вперед. Во втором тайме на поле шла обоюдоострая игра с равными шансами на успех, удача в итоге улыбнулась Колосу. Коллектив из Кармала-Делякова забил еще однажды. Победа 4-2, у Колоса становится 18 очков и одна игра в запасе против Дюсш. В случае успеха подопечные Вячеслава Лемкова станут чемпионами Серьевского района. Впервые в своей истории. Дмитрий Сурков, служба новости телеканала «Радуга-3».